Нет дыма без огня. Для них это не пословица, а руководство к действию. К сожалению, говорят сочинские пожарные, уже в этом году им пришлось выезжать на возгорание 1682 раза. Много это или мало, рядовые огнеборцы не задумываются. Они считают спасенные жизни. За 20 лет моей службы самое запоминающееся осталось в памяти. Это спасение людей с 12-этажного здания в поселке Блинова. После взрыва, значит, там валилась лестница и марш до пятого этажа. И люди не смогли эвакуироваться без нашей помощи. Анатолий Павлов и его коллеги по бронспойту за спасение человека при пожаре на торжественном построении получили правительственные медали. Были и те сотрудники сочинской пожарной охраны, кому вручили благодарственные письма министра МЧС России и главы города. И то, что на сегодняшний день наши пожарные части города с блеском выполняют свои задачи, мы это убедились уже и не один раз. Ну, к примеру, я могу просто из своей практики перевести очень сложный и трудный пожар. Это на бывшей лавовской свалке Лао, когда мы совместно несколько дней и ночей находились там и выполняли задачи для того, чтобы погасить этот сложный пожар. Если говорить о сочинском гарнизоне, то он в этом году признан лучшим в России. Оценивали по многим факторам. На первом месте, конечно, профессионализм пожарных. По словам руководства гарнизона, оценку отлично заслуживает здесь каждый. Сегодня это большая слаженная команда, готовая выполнить любую поставленную задачу. До Олимпиады штат отрядов составлял 330 человек и 9 пожарных частей. Сейчас на данный момент 709 человек и 14 пожарных подразделений. Если раньше в Красной Поляне выезжала одна машина и водители пожарные, то сейчас там находятся три полноценных боевых части, огромных части, которые можно спать спокойно за Красным Поляном. Также в Альбинском районе врача одна часть была, а сейчас три. Пожарные не скрывают, что многие изменения в их работе к лучшему связаны, конечно, с подготовкой к Олимпиаде. Благодаря играм сочинский гарнизон поднялся на один уровень с лучшими столичными пожарными частями. Есть профессиональная команда, есть и современная техника. Но, к сожалению, говорят пожарные, своевременно начать тушить возгорания они могут не всегда. В Сочи после глобальных изменений в ситуации с дорогами и пробками для огнеборцев остаются два самых страшных бедствия, заставленные автомобилями дворы и гаражи. Из-за этого не всегда можно подъехать к нужному месту. Но в сочинском гарнизоне верят, ситуация и в этом отношении в скором времени на курорте изменится. По крайней мере, сами сочинцы поймут, что беда приходит неожиданно. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.